Хризантема с крабовыми палочками. У меня конечно произошло ЧП, у меня кольцо для салата оказалось большим. Буду я собирать без кольца, я даже не знаю как у меня без кольца получится. Попробуем. Первым слоем у нас идут крабовые палочки. Распределим сейчас немножко. С кольцом было бы конечно намного эффектнее, красивее и удобнее. Теперь заправка. Рецепт Янки. Далее еще я буду показывать стол и покажу. Сейчас буду собирать печеночный торт. Здесь у меня зажарка, сметана, у меня приправа для маринования сельди. Она мне очень нравится, потому что она такая с перчиком. Печеночные блинчики я делала вчера. Вот у нас стопка печеночных блинов. У меня есть на канале видео называется «Готовлю печеночные торты» и там есть. Я показываю как я их делаю. Можете посмотреть. Ты выпускаешь. Она что думаешь салаты будет есть? Она же вязать начнёт. Ага. Она же вязать начнёт. Вязать начнёт. Котя, ты что салаты вяжешь? Скажи я не такая. Иногда я салаты не вязала. Я начала готовить бутерброды. Я начала делать салаты Емеля. Вот такой салат. Пекинская капуста, фасоль, сухарики, чеснок и майонез. И всё. У меня такая плохая пекинская капуста попалась. Она, во-первых, какая-то не зелёная, не знаю, пожухлая, жёлтая, ещё с какими-то пятнами. Я больше половины выбросила. Ещё мы забыли купить красную фасоль, поэтому салат буду собирать прямо перед подачей. Тут всего лишь красную фасоль, сухарики и чеснок с майонезом. Дэн делает утроброды. Короче, я к ним руку не прикладывала, он сам тут что-то химичит. А я не знаю, как. Ну, так что я говорю? Практически так. Или сверху ложат туда? Без разницы, какая разница, сверху или снизу. Ещё укропчиком украсишь. Собираем салат соломкой. Всё режется соломкой. Вот у меня нарезаны огурцы соломкой. Копчёная курица. Можно грудку отварную. Можно колбасу копчёную. Яичные блинчики. Рецепт я вам напишу под видео. И замаринованный лук. Протираю тарелочки. У нас будет 7 человек. Взрослых. Мои родители. Две заловки. Муж заловки. Я растерялась, какие салфетки лучше. Вот эти, вот эти. Смотрите, у меня сколько всяких разных. Я думаю, может быть, вот эти праздничные. Или вот красненькие. Тоже красиво будет. Белые тоже хорошо. Он что-то бледновато. Мне кажется, будет. Вот сам что-то положить. Стол практически готов. Пока нет гостей, немножко вам покажу. В общем, готовила самые обычные блюда. Самые простые. То, что мы кушаем. Никаких изысков. Без всяких украшений. В общем, все просто. Фруктовая нарезка. Салат под шубой. Еще один есть на балконе. Грибочки. Бутерброды со шпротами и с красной рыбой. Здесь мясная нарезка и холодец. Вот холодец. Я вот так нарезала и вилки потыкала. В шпажке. То есть это печеночный тортик. Я его разрежу. Это салат хризантемы. Я вам немножко показывала, как я его делала. Он новенький. Попробую. Это рыба в кляре. Филе. Дэн уехал жарить шашлык. У меня готовится картошка в сливках с грибами. И еще у меня будут два салата. Здесь их еще нет. Приехали готовить шашлыки Алене на день рождения. И скоро должны подъехать сестрянку с мужем. Так вот выставили мангал. Скоро начнем разжигать. Грязно конечно сегодня. Быстренько пожарим. Поедем. В столу. Приехали гости. Возвожу к мангал. Опа стреляет. Чья там? У нас это сразу съемка начинается. Сейчас тоже съездили. Камеру уже купили? Алене на день рождения. Теперь у меня будет своя пастила. И чипсы фруктовые. Которые я покупаю. А как она? Сколько надо? Вот отсюда. Смотри что интересно. Иди сюда Люба. Смотри. Вот допустим ягоды. 40-60 минут на 4-6 часов. Рыба и мясо. Вот. Вишня. Яблоки. Шиповник. Грибы. Травы. Груш. Тут все уже написано. Видишь какие они? Вот. Чем хорошие. Видишь они? Вообще. Для пастила нету? Нет. Это нету. Но пастила. Это. Это. С пергаментной бумаги вырезают. Сколько надо. И все. И она говорит легко. Потом из пергамента. Хоп. И все. Так что вот. Пожалуйста. Посмотрите сколько за раз. Это считай. Вот цвет. Допустим энергию тратит. Но ты зато за раз. Смотри сколько сразу наделаешь. Правильно? Чем вы такие маленькие покупаешь. Она энергию тратит. И столько же часов себе сушит. А выход маленький. Привет. Там это осторожно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасьте. Здрасьте. У дяди Денису шорты возьмем. Оденем. Снимаем пока. Нет. Ну ладно сейчас пока. Что прям сильно за это вымык? Прям сильно упал? Да. Аааа. Вон она. Ну бывает. Всяко бывает. Алёна. Всем поздравляем. С днем рождения. Спасибо большое. Как-то открывать или еще что-то. Ирина давай тут. Ну там это закрыти надо. Все упаковано да? Да. Открыто. Славаться нельзя. Это вам нельзя. Мы нарушили карантин. Мы вообще не поцеловались. Пришел тут бляд. Я зафиксировала все. Все все все. С друшами да. Все. Сразу угаляйте. Я зафиксировала все. Так кому-то грозит штраф. Ну а что? Чего там? Вроде бы должны были довести. Давай мы тоже будем это посмотреть. Это такой букет? Да. Ой какой букет. Интересный. Ой а правда это что там? А это клубника. Все до меня дошло. Ой какая красота. Тебе весенний букет. Везли везли. Вроде думали довезем. Ой ну надо же какая бывает. И это клубника в сливках да? В шоколаде. В шоколаде. Все садимся да? Да. Уже сели. Отсюда. Свет включить наверное надо? Нормально? Вот. У гостей в сборе. Да. Садится. Именинница. И смотря на сердце. Да. Мы начинаем. Ну как то именинницу не надо. Ну как то именинницу не надо. Сильно да? Когда они растут. Когда они взрослеют. Но наступает период жизни. Когда родители начинают задумываться и понимают. Что дети это действительно опора твоей жизни. Вот. Смысл жизни заключается действительно в детях. И вот мы хотим сказать спасибо вам большое. Что вы у нас есть оба. И ты и тебе и Денису говорим спасибо. И вы действительно наши опора. Вот. Да. Дай бог вам здоровья. Мне конечно хотелось бы чтобы в этих стенах был детский смех. Да. Мы надеемся на это. И все равно. Тишина. Я пришла голубчики поставить. Они сама готовят. Сейчас иди. Как это надо так. Бакить. Ёлки-палки. Иди. Чего? Нам тут надо выйти. Выходите. Выходите. Кошка нету. Она, она. Она кушает. Она кушает здесь. потому что ты большие делал из-за этого еще маленькая есть потому что мы тогда в размер как-то делали более-менее но она сейчас просеет нормально будет 6 вам так и будет на самом деле пожелать охота но как показывает все эти все эти моменты и поэтому буквально наш приезд сегодняшний все свелся к тому что вот нельзя же никуда ездить тем более они приехали это все как бы везде это все нагнетается нагнетается все я поэтому я хочу все и мы поехали поэтому намного проще как сказать надо все действительно вот как бы все закидывать не важно там обстоятельств каких-то поэтому спасибо тебе огромное что как бы дала нам повод собраться поэтому не знаю еще когда собрались бы соберемся ли вообще еще когда-нибудь я с ума сойду как бы за эти выходные где что и как я поэтому сказал да развеемся да тебя с днем рождения всего-всего хорошего поэтому да счастья любви всего всего хорошего я посоединяюсь ко всем ранее сказанным словам желаю на самом деле да здоровья в первую очередь вот ну и обязательный момент это как можно дольше ощущать гармонию внутри себя то есть ощущение счастья чтобы тебя никогда не покидало все спасибо с днем рождения спасибо что ты такой хороший прям молодцы пока везде репетирую блять действительно это ценно в такой период правда люди не побоятся если коридану то дядя Денис проводит шипит что-то да 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 вообще сидит пойдешь дедикат нет тебе она ты какая вообще как будто она прямо сейчас прыгнет да да нет вот мы-то приходим не шипит же она ничего может ее на кухню переместить да ладно надо сидеть спокойно просто когда выходить будут осторожно она в домике будет на кухне сидеть давай не будет она там а может ее в ванну на батарею она же любит там давай я отнесу да ну я думаю тебя тут зафи алло давай в подъезд ее Не знаю, там будет жидкость. Прежде бы на кухню не пошли. Рузан спускай поставить. Жужулька, по-моему, поступает. Когда дети домой приходят в садику со школы, он прячется просто. Если его найдут, то уже все, никогда не увидят. А это сразу видно, царь явно в доме такая, все. Давайте дети сами прячьтесь. Да-да-да, ко мне ходите. Ну так она же прописана здесь. Хозяйка. Королевшина. Привет скажи. Алена лежала в прошлом году в больнице в Уфе. Мы, значит, здесь приехали. Надо было с балкона банки пустые забрать. Дядя Коля, значит, прошел. А хозяйки дома нет. Двери открываются. Заходит какой-то мужик посторонний для кошки. Проходит на лоджию. Собирает какие-то что-то в сумку. Какие-то банки. Что происходит вообще? И такой выходит в машину. Там я сидела внизу и ждала. И говорит. Ой, ну это кошка. Такое ощущение. Если бы умела разговаривать. Сейчас бы все рассказала хозяева. Главное. Я банки собираю сумку. Она ведь так встала. Игла. Так боковым зрением. Чуть-то с балкона-то собираю. Количество банок посчитала. Ага. Сейчас покажу. Кулечком. Ага. Я тоже писала. А то мне это. Писали, что они у меня развалятся. Нет. Все целые. Все целые. Это уже поломали. Сами. Спасибо. А кому сметану? Нет. Очень даже хорошие. Очень вкусные. Даже не разваленные. Нет. А с чего они должны развалиться? Ну типа конвертом они развалятся. Наоборот они. А это не конвертик. Это кулечек. Кулечком. Да. Конвертик это когда делают. Когда скрученные у меня наоборот разворачиваются. Да. А это нет. Мне кажется это от капучи зависит. Если хорошо капучи то это. Пробавлю кипятки. А я вказал. Ирина дам тебе еще один. Спасибо. А Ален так и делает. Она нарезает. И вот так выжимает. И все. Она мягкая бумага. В смысле нарезает? Ты не варишь лист на капусту что ли? Сначала ты варишь? Варишь. Варишь. Попадуксный чуть-чуть добавляешь. Варишь. А потом просто сворачиваешь. Выжимаешь лист. Чтоб он мягкий стал. Он же мягенький становится. И потом он как бумага. Посмотришь мой последний. Нет. Я так не делаю. Не делаю. А ты в ролике посмотри. Там прям мастер-класс. Посмотри. 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 Смотрите мой котик здесь у нас сидит. Он не любит детей. И очень он злой. Очень злой. Высилили его. Посмотри. Посмотри. Так. Вот. Голубчики мои. Все нормально. Все хорошо. Ты поставил чане Динис? Сейчас поставлю. Вот. Они не развернулись. А вот один какой-то развернулся. Да? Это вытаскивал. Он не разворачивался. Он не разворачивается. Он месяц лежал. А остальные все нормальные. Один бывает такой. Ты полный чаник налил? Да. Угу. Котенок наш. Котенок наш. Котенок. Ты не злись. Какая злая. Злюка такая вообще. Сашлык наверное нет. А чуть-чуть и осталось. Да. Сейчас тортик будем кушать. Тортик будем кушать. Непонимать. Алиса. 13 кг. Нет. Да не. Нет. Нет. Не. Нет. 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 Папик не буду. Не буду. Не буду. А то скользко идти на улицу. Сейчас Маринке опять кто-нибудь писать начнет. Я её тогда во влоге показала, там у неё сколько женихов Сложилось Да, Марин, люди противоту спрашивали Подержу Вот это Ален, вино налью? Будешь? Чуть-чуть Так тебе Марины замуж выдадим Ну Все интересуются В Сибирь тебя же тогда хотели забрать, да? Сибирь А я как-то знаю, что в Марины Чего? Я как-то знаю, какой хороший мой для Марины Какой? Какой? Это дядя Денис Какой дядя Денис? Дядя Денис и её брат Да Ну вот как раз две жены на одного Дениса Ничего не треснет? Не ка по Gesichtам Алиса 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 itez Иска ные Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Подожди, я же мое загадываю! Алене, да? Готов? Подожди! Смартфон тебе равно сколько? Раз, два, три! Лексус! Лексус, Алене! А я iPhone Galaxy! Ой, что-то, что заказал! Давай, пока что играем! Я приготовила там уже! Все, гости разъехались! Я все убираю! Посидели хорошо, с этой стороны? Хорошо посидели, да, но как-то немножко вкусно, потому что... Ну, уже с... В нынешней ситуации непонятно даже, когда теперь встретимся, что будет дальше. Ну, конечно, все разговоры, естественно, были 50% об этом, о том, что нас ждет в этой ситуации. В нынешнем мире, поэтому чуть-чуть грустно. И понятно, когда мы увидимся, как можно ли будет собираться и вообще, что нас ждет. Мы поживем, увидим, надеюсь, что все будет хорошо. Да, котенок? А это и по барабану. Она очень соскучилась, на всех шипела сегодня весь вечер. Ладно, шипела, что не кинулась. Все, все хорошо, сейчас спать пойдем. Все, поздравила, облезнула. С праздником, да, Стеш? С праздником! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok